Стоп гандлю людьми. До сусветного дня боротьбы с гандлем людьми долучилися Гомельская областная организация «Червоного крыжа» и региональное отделение белорусской «Чегунки». И они провели профилактичную акцию, накерованную на информование граждан об факторах небеспеки при выезде за мяжу. Волонтеры раздавали буклеты и консультовали пассажиров по беспечным выезде за мяжу и пытаниях допомоги потерпелым. Сусветный день боротьбы с гандлем людьми был обвешен и Генеральной Ассаблеей ААН по пропонове Беларуси в 2013 году. Его мэта повысит информованность населительства по проблеме сучасного рабства. Подаденных международной организацией по миграции в свете от 21 года 36 миллионов охвяр эксплуатации. Доля женщины и детей больше, чем 70%. В Беларуси летой зарегистровано 136 выпадков гандли людьми. С их 126 подверглись сексуальной эксплуатации. Кто тропляет у сетки гандлеров людьми и как это отбывается, мы потекали семеркованием и досвеченностью хамельчан. Я думаю, что у нас в Беларуси это не распространено. Активно такого я не слышала, не встречалась. Я думаю, что для Беларуси это как-то более ужесточено, может, законом, как-то не распространено это. Показывает у нас статистика, по-моему, очень малая по этому вопросу. Если честно, слышу первый раз про этот день. Знаю, что раньше, в старые времена присутствовало в нашем обществе. Слава богу, это отошло, этого уже нет. Все люди должны быть свободны. В наше время прогресс настолько не стоит на месте, что мы можем опять вернуться в это общество. Могут попасть, конечно, девочки молодые в рабство. Это 18 лет, когда они хотят путешествовать. Это по новостям, конечно, безусловно. Я все слышала. Конечно, хотелось бы всех девочек предупредить. Мам тем более. Это лучше ехать семьей, не отпускать своих деток, потому что не приугадаешь. Или ты удачно съездил на отдых, или все-таки неудачно. Выкоронить проблему полностью пакуль не отримывается. Али правоохранные органы нашей краины сдольные здесь науплывать на ситуацию. Например, у Костричнику минулого года супрацовники МУС перекрыли два незвязанные помеж собой каналы вывозу гомельчанок за межут для сексуальной эксплуатации. По воде звездок международной организации по миграции, женщины удвоя частей, чем мужчины, трапляют у капкан продавцов живым товаром. Сексуальное рабство – пребатковый бизнес. Али и працовная эксплуатация – нередкая зъява. В нашей стране наиболее распространенная – это и эксплуатация сексуальная, и трудовое рабство, ну и, как показала практика, что были люди, у которых изымали органы с целью продажи. Каб не стать ахвярой гандл людьми, треба проверять дадзины и процедавцы перед тем, як отправиться за межу. Например, на сайте Министерства внутренних справ. Нельзя отдавать кому-нибудь свои документы. Звертаться с допомогой за межой треба у посольства – те мясцовые правоохолные органы. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко. Телерадуя компания «Гомель».